Ему скоро стать предстоит отцом и более серьёзным, так сказать, человеком. Будет иметь небольшое преимущество против Перо, который до сих пор так блуждает в своих сомнениях, стоит ему продолжать или не стоит играть. Но, тем не менее, как раз ситуация прямо противоположная. В комментариевской кабине Александра Митревеля и Анны Дмитриевы наш режиссёр Михаил Реполов. Итак, 4-1. Французский теннисист сразу же вырвался вперёд. Да, можно было предположить, что борьба должна была бы быть. Потому что, во-первых, они рядышком стоят в рейтинге. 46-й, 47-й. Это уже о чём-то свидетельствует, правда? Ну и единственное, что они не всегда, в общем-то, мы знаем. Хотя Анна Владимировна говорит, что он должен был повзрослеть уже, да, стал семейным человеком. Но, видимо, характер всё-таки такой у него. Многое зависит от настроения. Надо сказать, что и у Перо тоже от настроения всё зависит. И вот он в начале сезона показал, что он, в общем, нельзя сказать, что серьёзно относится к тому, что он делает. Друзья, мы несерьёзно сейчас провели такой розыгрыш, очень странноватый, да? Да. Показали всем, продемонстрировали своё умение, да, обрабатывать мячи. Да. Ну, играли в кошки-мышки. В поддавки, вернее, даже. Вот, посмотрите как. Ну, Фанин не оказался сильнее. Лучше поддавался Перу. Да, ну, сейчас вот Перо у него, в принципе, они такого немножечко одного характера. Поэтому сейчас Перо попробует, ну, всё-таки продемонстрировать другой теннис. Что-то, да, у неё болит спина, что ли, всё время держится за спину на фонине. Он, по-моему, и жаловался главному арбитру. Или, там, супервайзеру. Кому-то он жаловался, когда мы подключились. Ну, он 4-0 же уступал, поэтому... Ну, да. Понятно, что. Ну, не может быть здоровый человек, вроде бы, да, проигрывая так 4-0. Играть же Фанин не умеет, правда? Если хочет играть. Да. Ну, Фанин не прошлый сезон совершил на 49-й позиции, но он, в общем-то, пропустил очень много. А сколько касается французов, то 47-й завершил сезон. Хотя до этого за год был в двадцатке лучших теннисистов. И тот, и другой очень хорошо играли в одно время. Ну, да. В двадцатке был и фонине, он был шестнадцатым. А что касается французского теннисиста, то девятнадцатым. Да, вот тогда он всех, в общем, удивил, да, своим неожиданным каким-то взлётом. А потом, опять же, ушёл в тень. Причём он уже очень высокого роста. Да, метр девяносто восемь. Шесть сантиметров, да. Метр девяносто шесть сантиметров. Это, в общем-то, по два метра можно считать. Да. И меня удивляет, что он, тем не менее, утверждает, что если бы он не играл в теннис, то он бы был футболистом. А футбол, разве таком, с таким высоким ростом легкой? Да, нападающие есть такие, по два метра тоже. По складу, по-моему, не нападающий. Ну, Золотой Ибрагимовича одного вспомнить можно, какой он мощный парень. Ну, вот посмотрите, вот такой двухметровый парень, как он легко перемещается по корту и как легко обрабатывает мечи, да. Вот это подкупает, безусловно, в игре. Говорят, что он очень талантлив, но очень неорганизованный. Ну, это, в общем-то, ты знаешь, не один он такой во Франции. Во Франции почему-то как раз они этим и отличаются. Известный такой игрок в прошлом, а сейчас теннисный специалист, Ерис Шампион. Его тренировал, начиная с середины прошлого года. Взял его для того, чтобы с ним работать. Он сейчас продолжает, да, с ним работу. Ну, Тверис сам был другого совсем стиля. Игрок, он небольшого роста был и играл по всей площадке. Хорошо бегал, передвигался. Но не агрессивный был теннисист. Ну, а у Бенуа очень хороший удар слева. У него такой беккенд, очень надежный и очень опасный. Ну, да, вот мы в этом уже говорили, что вот потерял гейм. Видите, вот как-то не очень собрано провел его в самом же начале. Мы видели. Не дорожит он игрой. А Фанине что-то, да, вот видите, еле-еле передвигается, показывает своим видом, что у него что-то там болит очень. Ну, у него вот тоже в характере, мы же знаем. Есть такие теннисисты, которые показывают, что у них там что-то болит, что они не могут играть в полную силу, а потом вдруг начинают играть, и соперники к этому не готовы, да. Там Перс сейчас меняет, видите, решил кепочку поменять. 4-2 становится. Еще два гейма подряд взял итальянский теннисист. Сам Фаби невысокого роста, метр семьдесят восемь сантиметров. Но взрывной. Чувствует мяч просто прекрасно. Подходит к мячу, ну, в общем-то, так, как, наверное, никто и не учил никогда никого. Да, на прямых ногах играет, но за счет чувства, конечно, он потрясающий. Потом он взрывной еще. Он взрывной очень. Попол... 15-0. Ох, как он чувствует мяч, да? Как он чувствует мяч. Как он вытянул вперед первым. Он догнал, догнал и обработал, и положил довольно глубоко. И вот только такой обводящий удар и проходил. Короткий кросс. Вот посмотрите еще раз. Великолепно сыграл Фаннини, ничего не скажешь. Тридцать пятнадцатую итальянца на подаче. Ну, они замучили друг друга. Уже вот сколько это укороченных мы видели, да? На таком жестком корте это вообще-то непривычно видеть, потому что, ну, бывают неожиданные такие укороченные. Но чтобы постоянно это делать... Тридцать, что это такой вот корт, который нельзя стопроцентно назвать хардкор, что он слишком мягкий. Это так? Ну, он мягкий, да, немножко мягче, чем вот эти американские хард. Не такой быстрый. Ну, в свое время, помню, как Лейтон Хьюит все время, да, недоволен был союзниками кортами. Да, но я думала, что его как-то немножко изменили. Ну, они стараются менять, но все-таки он остается таким же. Ну, сократил разрыв в счете до минимума Фонини. Мы возвращаемся на арену, где играют Бенуапер и Фабио Фонини. Здесь счет 4-3 в пользу французского теннисиста, и он же на подаче. Была неплохая подача, но Фонини играл в своем стиле. И в конечном итоге выиграл это очко. Он как-то и угадал направление полета, и сыграл очень остро и неожиданно для соперника. Ну, сейчас счет по 15. По 15 уже стало, да. Лучший результат у Фабио был, конечно, на кортах Роланго-Роса. Это было в 11-м году, уже 6 лет назад. Где он дошел до четвертьфинала? Ну, какой-то самый знаменитый его матч, это был против Рафаэла Надали на US Open два года назад. Да, в 15-м году, до четвертого круга он нашел. Когда Флавия Пинета стал чемпионкой, а он тогда выиграл, проигрывая два сета. Ну, да, он способен на взлеты, на яркие, не только одни отдельные розыгрыши, но на яркие матчи. Но как-то последовательности в его действиях все-таки маловато, да? Да, такой вот, ну, настроение человек, об этом мы не раз уже говорили. Ну, вот до четвертого круга как раз дошел на US Open, тоже его лучший результат. Ну, а так, четыре титула все-таки он завоевал. В прошлом году успел он на турнирах Большого шлема, у него всего лишь две победы было. То есть, два раза он дошел до второго круга. Это худший результат вообще на турнирах Большого шлема для итальянца. Но один турнир все-таки выиграл, это в Умаге, как раз после травмы он вернулся и неожиданно для всех обыграл всех. Превзошел всех на турнире в Хорватии. Ну, я хорошо сейчас выполнил подачу и делает что-то уже 5-3. То есть, в одном гейме от выигрыша первой партии, первого сета. На других кортах сейчас напряженная игра проходит у Новака Джоковича. Он проиграл первый сет Денису Истомину. Затем, не без труда, выиграл последующий, второй сет. Первый проиграл на тайбреке, выиграл 7-5. Затем довольно легко повел 2-1 по сетам. И сейчас равная борьба, и каждый берет свою подачу. 5-4 впереди Истоми, но подает Джокович. Ну, и интересный матч, наверное, для многих, как возможный результат. Это для меня, во всяком случае, Александр Зверев играет с молодым американцем Тиафе. И они почти сверстники, в общем, так сказать, надежды современного мирового тенниса. И 6-2 первый сет выиграл Зверев. Во втором сете Зверев впереди, по-моему. Во втором сете по три. По три, да. По три борьба в гейме сейчас. Долго идет этот гейм. Тиафе такой довольно мощный афроамериканец. Играет такой силовой теннис и хороший боец. Ну, после неудачного начала, в общем-то, разыгрался Фанине. Это можно было ожидать. Правда, решающим окажется, наверное, следующий гейм. Да, в этом-то шансов у француза почти что нет. Сухим счетом 40-0 ведет итальянец. А вот что будет на подаче первого, когда он будет подавать уже на первую партию. Мы это скоро увидим. Да, тут без сопротивления абсолютно. Не пытался даже оказать какое-то сопротивление итальянцу. 5-4. 5-4. И подача будет на первую партию. Фабио Фанине. На мой взгляд, на мой взгляд, очень интересен именно на мягких кортах, да, где он, в общем, как-то не нуждается в таких своих суперскоростных качествах и может сделать с мячом, как настоящий фокусник, все, что он умеет. А он владеет мячом очень хорошо. С детских лет на него обратили внимание. Он, вообще-то, долгое время не очень хотел играть, потому что он был такой разбалованным мальчиком в семье мебельного короля Италии. Ну и такой, в общем, его гонор немножко был сбит последние годы. И тут, на мой взгляд, большую роль сыграла Флавия Пинета, которая как-то привела его к такому более-менее, ну, спортивному состоянию. Вот так можно сказать. Во всяком случае, оказало влияние на него. И неудивительно, что родители так радовались, когда, в конце концов, они поженились. Вот мы говорим о том, что он такой, да, человек настроения, да, теннисист. И многое зависит от того, как он, в общем-то, начинает играть. Иногда и не борется. Но все-таки, ты знаешь, вот, если посмотреть его результаты или пребывание среди сильнейших теннисистов по рейтингу, да, то здесь мы наблюдаем, в общем-то, определенную стабильность. Потому что, начиная с 20 лет, он постоянно среди 100 лучших теннисистов. Ну, там бывают, да, какие-то перепады у него. То к концу первой сотни, то, в общем-то, в 20-ке. Но из сотни он ни разу не убывал, да. Начиная с 2007 года. Да, нет, вообще, он вообще, ну, как нормальный итальянец, он боец, да. Но у него вдруг неожиданно вот может испортиться настроение. Может быть, что-то его беспокоит. И он может позволить себе отказаться от борьбы, вот что удивительно. Но мы, например, наблюдали его выступление против сборной России в матче на Кубок Дэвиса. От его игры многое зависело. Собственно говоря, судьба матча зависела. И он, находясь, в общем, довольно сложных условиях, потому что он едва прилетел из Соединенных Штатов Америки в Россию, он, тем не менее, показал удивительно стабильный теннис и очень ответственный. Как раз усилиями Фанени одержала итальянская сборная тогда. Да, все три матча выиграли. В паре был лидером и в одиночной. Ну, вот посмотрите, как, да, развиваются события. 5-4 вроде бы подает, да, первым на подачу, на сет, а не выиграл ни одного мяча. Все очень хорошо эти розыгрыши провел Фанени. Ну, для высокорослого теннисиста очень неудобные же эти низкие мячи. И вот как раз он так и сыграл в ноги своему сопернику. Тройной брейкпоинт у Фаби, это после того, как он проиграл 0-4, да. Это, вообще-то, довольно редкий случай, да, в мужском теннисе, чтобы с 4-0 выиграть со счетом 6-4. Ну, в общем-то, 7-5. 4-0 сейчас 6-4-то не будет, но 7-5 вполне возможно. Ну, вот, видите, под ноль просто, под ноль взял Гейм. Так что 5-5. Удивительный парень. Как он может все вот вдруг в решающий момент изменить? А мы наблюдали на Олимпийских играх. Он, по-моему, 5-0 проиграл, а потом выиграл мяч. Да, от него всего можно ожидать. Ну, из вот этих результатов, наверное, многие любители тенниса помнят, те, которые в Москве проживают или ходят на Кубок Кремля, что Фанине был в финале. Вот у него в активе, в общем-то, два хороших результата в прошлом сезоне. Это вот выигранные турниры, о которых я уже сказал, в Умаге, ну, и финал на турнире Кубок Кремля. Ну, с другой стороны, в финале проиграл. Он был бесспорным таким фаворитом считался в финале. Он проиграл сопернику, который, в общем, менее был известен по-моемушкам. Ну, вот ошибся. Ошибся и по пятнадцати. Ну, и обязательно на каждую свою ошибку он реагирует, что-то обязательно должен сказать, что-то прокомментировать. КОНЕЦ 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 40-15. И, наконец, если сейчас ему удастся реализовать свое преимущество в этом гейме, он впервые выйдет вперед в этом матче. А мы включились в репортаж, когда счет был 4-0 в пользу Пэра, и, казалось, никаких сомнений в успехе во всяком случае француза в первом сайте нет. Ну, в такой игре, конечно, я думаю, что у француза шансов очень мало, потому что, вот видите, уже даже 6-5 повел, да, впервые в этом матче впереди на гейм Адью. Ну что ж, мы возвращаемся. А матч с участием Фабио Фаннини и Бенуа Перр. И последний гейм, в любом случае, он вот сумеет ли его взять? Перр? Или же все завершится без тайбрека? Вот опять же, в характере Фаннини. Он мог выиграть как угодно, но он все-таки решил выбрать самый сложный путь, но с его точки зрения наиболее изящный. Ну, он на зрителей играет очень часто, да. Не только старается переиграть соперника, но и показать игру. Интересно было именно так сделать. Ну, здесь большой аут даже. Ну, тут сомнений-то не было, но все равно Перр, если бы догнал и был бы во всеоружии, мог бы и положить этот мяч. Ну, вот такой ровной игре, по-моему, никаких шансов у француза нет. Это вообще-то удивительный счет, потому что второй гейм подряд двухметровый парень не может выиграть на своей подаче ни одного мяча, да? Ну, это говорит о ломкости Перра. Они, как говорится, два сапога пара. И тут и другое могут быть игроками настроения. Огорчился Перр, что у него не получилось такое преимущество реализовать, и он дальше, в общем, находится в плену своих собственных эмоций. Это, безусловно, и не дает ему возможности играть в полную силу. Но, с другой стороны, Фонини тоже заиграл, почувствовал свой теннис и почувствовал, что он может. Ну, один, да, один сутбол отыграл. 15-40. Ну, еще можно побороться, в принципе, имея свою подачу в актерии. Ну, что может спасти? Вот вроде сегодня такой прогноз погоды такой не очень хороший, да? Для игры-то прекрасно, просто температура 22 градуса, а вот ожидаете дождь. Но дело в том, что дождь, по-моему, с утра, рано утром ожидался, а потом уже нет, раннее утро-то уже прошло, да? Ну, что, два отыграл, причем хорошо, в хорошем стиле, в своем, можно даже сказать, стиле. А француз, ну, осталось отыграть еще один, но самый последний всегда бывает самым сложным. Ну, вообще, солнечный, мы так видим, пока что дождь не собирается. Ирон, да, и отыграл, пожалуйста. Вот, вот, вот такие перепады у них настроения и возможностей. Это Фони не проверял. Ох, какая подача. Вот это то, что умеет делать, да, француз? Немножко поздновато, но, с другой стороны, все-таки вовремя. Ну, да, у него мяч сейчас на тайбрэк. Оказалось, уже судьба первого сета решена. Да, ну, тайбрэк, тайбрэк, и есть первая подача прошла, с которой и не справился. Итальянская теннисия, стройного сетбола, да? А вот сейчас уже настроение может измениться у Фабио, потому что, конечно, выпустив гейм с 40-0, ну, обидно, обидно, безусловно, такому амбициозному молодому человеку, как Фабио. Ну, что касается, в общем-то, титулов французского теннисиста, то здесь тоже немножечко так удивительно, да, что двухметровый парень, в общем-то, лучше всего играет на медленных кортах. Он выиграл турнир свой единственный. Пока в Бостоте, как еще называют этот турнир, в первенстве, в Скандинавии открытая. Ну, там, может быть, он просто лучше всех адаптировался после травы, потому что этот турнир же сразу после травяных кортов, после Умблдона проходит. Может быть, он очень быстро проиграл в Умблдоне. В Умблдоне во втором круге он проиграл, да, но он дальше второго круга и не проходил никогда. Один раз было, в третьем было, и все. Тем более, что у него было время. Вот, да, не удовесся переиграть. Сам завязал, Пер, вот эту комбинацию, а развить не сумел. Ну, вот, мы видим, что очень часто укорачивают. На харде-то, вообще-то, ну, на песке, понятно, на песчаных медленных кортах, особенно в влажную погоду, в общем-то, достать не так-то просто мяч. Ну, короче, на харде полегче. Ну, Зверев выиграл и вторую партию с небольшими проблемами, но все-таки легкий счет довольно был зафиксирован. Он 6-3, так что 6-2, 6-3, 2-0 по сетам ведет Зверев. Ну, наверное, предыдущий матч из Хаза его многому научил, потому что он начал против Хаза, ну, известного такого теннисиста из Голландии, да, очень уверенно и легко выиграл первый сет, так же, как против Тиафы. А затем, видимо, ну, понадеялся, что так все и пойдет. И выпустил игру из своих рук, проигрывал 2-1 по сетам и 2-0 в четвертом сете. То есть, казалось, уже все, все надежды, а, в общем, у Зверева эти надежды есть на Australian Open, зачеркнуты. Ну, там он, так сказать, собрался и сумел 7-5 решающим выиграть. Ну, и здесь он уже себе не позволяет таких вот войностей. Так 2-1, 2-1 ведет французский теннисист. Ну, как-то он поймал сейчас вот эту вот свою игру на своей подаче. Главное, ритм у него наладился. Сразу же у него активность. Вот и 3-1, 3-1. Ну, конечно, это просто будет, ну, вы знаете, очень уж обидно, да, 4-0 помести, иметь тройной сетбол, а затем уступить сет. Да, очень обидно. Ну, еще есть время, конечно, спасти. В эту партию 3-1. Это всего лишь один мини-брэк разделяет аэнсистов. Ну, вот это второй. Это грубейшая просто ошибка. И вот уже 4-1. А это перевес очень солидный. Да, в три мяча. Причем оба мяча на чужой подаче француз выиграл. Да, с такими перепадами, но это, в общем-то, характерно для игры одного и другого. Один мяч отыграл. Отыграл. При счете 4-2 меняются сторонами тейнсисты. А у Дёковича с Истоминым еще один тайбрэк уже в четвертом сете. Напомню, что первой партией тайбрэк выиграл как раз Истомин со счетом 10-8. Ну, Владимир, а кто это еще появилась такая тайнисистка из Греции, да? С Аккари. С Аккари, да. Ну, что ты хочешь? Нет, не было в Греции вообще-то тайнисистов давно. Просто после Данилиду, по-моему, никого и не было бы. Ну, да, она уже года два так вот. Ну, не то, что на виду, но присутствует. Она вышла на корт, играют они с Корне в танцуженке. Корне в этом сезоне очень неплохо стартовал и выиграл турнир. Не справляется, не справляется с подачей. Решил блокирующим ударом так выполнить прием, но мяч вылетел за пределы корта 5-2. Ну, сейчас очень многое зависит от Фонини. Если он два мяча подряд выиграет на своей подаче, то тогда еще может побороться. А уж если хоть одну очко отдаст сопернику, там, я думаю, уже шансов нет. Ну, это все такие рассуждения со стороны. У этих тайнисистов, у них как-то вопреки логике все идет. Ой-ой-ой, ну, посмотрите. Да, вот такая грубая ошибка. Да. Опять у него заболела спина. Опять он стал. Ну, как только он ошибается, сразу же у него что-то болит, да? Вспоминает об этом. Четыре сетбола у французского теннисиста. Тут он даже не двигался с места, но француз умудрился допустить ошибку. Ну, правда, сохраняет тройной сетбол. Ну, с тройного сетбола они не проиграл. Но, правда, это были три сетбола на подаче соперника. А здесь ПР имеет возможность двумя хорошими подачами решить все проблемы. Если они первые, то вторые. Почему двумя, когда одной? Вот, видишь, одной просто. И вот так выиграл. Вот неожиданно, абсолютно неожиданный результат, да? Довольно редко это бывает, чтобы стройного сетбола, в общем-то, выиграть матч сетболом. Так. Итак, мы возвращаемся. Возвращаемся на матч с участием Фанине Первой. Немножко даже запоздали, потому что один розыгрыш уже провели теннисисты. И французский теннисист Бенуа ведется. Четно 15-0. Он же выиграл и первую партию на Тайбреке. Но на центральном курте, вы знаете, там назревает сенсация. Сенсация в каком плане? Что пятый сет? Пятый сет это уже сенсация, наверное, в матче против Джоковича. Но играет Истомин. Пока еще нужно выиграть последнюю очко. Ну, назревает, да. Там 5-1 было. Сейчас немножечко так подтянулся вроде Бучоковича. Но все равно два сетбола пока сохраняет Денис Истомин. Да. И один из этих сетболов, если ему не удастся с первого мяча выиграть, он будет на своей подаче. Да, вот 6-4. Да, 6-4 он ведет. 6-5 с Толсом счет. Да, ну вот теперь будет подавать Истомин. Вот это последний шанс, пожалуй. Ну, подача-то очень хороша. Да, ну а вот в этом первом гейме шанса своему сопернику не оставил. Бенуа очень хорошо подавал с первого мяча. И 1-0 он повел. Это матч-бол у Ива Карловича. Мы привыкли видеть затяжные матчи с участием хорватского теннисиста. В основном всегда он играет тайбрейки. Ну, а тут вот видите, очень легкая победа во всех трех сетах со счетом 6-4. Он провел 5,5 часов на корте в предыдущем матче и выиграл со счетом 22-20 последний сет у своего соперника из Аргентины, из Эбалоса. Ну, и потом он говорил, что придется, наверное, лечь в ледяную ванну, пролежать там подольше и потом постараться проспать как можно дольше. Да, нет, он так обещал, что он восстановится. Ну, и правда, восстановился. Правда, соперник был, в общем-то, у него не сильный. Это австралиец Уитингтон, который, в общем, через квалификацию прошел. Но тем временем Денис-то выиграл. Выиграл, да. Выиграл четвертый сет. Четвертый сет. И счет стал 2-2. Вообще-то любопытно, что он оба сета выиграл на тайбрейках, да? У Джоковича. У Джоковича опытный, ты, естественно, знает, как играть вот эти тайбрейки. А Денис оказался сильнее. Экс первой ракетки. Денис Истомина представляет Узбекистан. Ну, давно уже живет, по-моему, в Подмосковье, да? Ну, если не живет на турнирах. Тренируется под руководством своей мамы. По рейтингу он немножко опустился. И поэтому попасть, в общем-то, на турнир прямо, как бы, да? Не было возможности. Ему дали вайт-карт. Как лучшему теннисисту, представляющему Азию. Ну, вообще-то, этот вот турнир большого шлема, он считается, как бы, турниром азиатским. Азиатским, да. В принципе, он постоянно входил в первую сотню и попадал везде. Но вот в том минувшем сезоне он как-то немножко сдал. Ну, видимо, ненадолго, раз имеет возможность на равных бороться с недавней первой ракеткой Мера. Да, уже по первым выступлениям, в общем-то, Денису было понятно, что он в хорошей форме. Обыграл своих соперников. И довольно легко. Ну, это то, что происходит на центральном курсе имени Родна и Левера. Там как раз и играет Джокович, конечно, с Истоминым. Ну, этот матч транслирует Евроспорт один. Да. Ну, а на курсе номер три. Вторая партия. И вновь проблемы у Фонини. И приличные такие вот. В виде двух брейкпоинтов, да. Вот какое было начало, да. Вот, наверное, может быть, такое же плохое, да. И начало во второй партии. Там 4-0 было, вообще, правда, отыграл один брейкпоинт. 30-40. Родна, а теперь отменюбрый пункт. Ну, футфолл из-за шахты. Ну, на за шаг как-то-то инсесты все-таки реагируют не всегда хорошо, да. А на Фонини это не подействовало. И подачу выполнил неплохо. Ну, и даже выиграл мяч. Так что после двух брейкпоинтов он даже получил преимущество. Тоже непонятно, да, в каких случаях он заводится. Конечно, все-таки гораздо острее играет Бенуа. А Фонини так в полурасслабленном состоянии, где очень интересно плассирует и выбирает такие тактические тонкие варианты. Мало забивает. А Пер мощный такой. Но в то же время он тоже любит играть на публику. Вот мы сколько укороченных уже увидели. Участка. Даже вот этот последний эпизод, да. Вот, пожалуйста, веселят они. Тихо зрителей. Один и другой. Нет, ну тут, в общем-то, можно было и поточнее сыграть. Что ввел игру, да? Да, ввел игру. Но Фонини как бы вот набрался терпения и выжидал ошибку соперник. А Пер не подработал ногами. Он даже два вот последних удара выполнял, впрочем-то, стоя на одном месте. Да, чувство мяча есть, но все-таки надо для точности все-таки подойти к мячу, да. Аут. Аут опять-таки за ноги не работали. И в этом эпизоде 1-1. С двойного брэкпоинта сумел это сделать. Итальянец. Девятый инфийский, да, из Австралии остались в основной сетке у девушек. Вот Гаврилова как раз вышла на корт. Она представляет Австралию. Играет с Кодюх. Молодой хорватской девушкой. Это такой довольно принципиальный матч, потому что обе были первыми ракетками среди своих сверстниц. Но Гаврилова раньше. А Конюха только-только сейчас набирает силу в профессиональном спорте. Она очень молодая танисистка. Ей еще нет, по-моему, даже 17. Да, она 17 где-то исполнится в этом году. Нет, я, конечно, ошиблась. Ей уже есть 17, будет 18. Она в 99 году родилась. Надо только сложить, отнять. Еще нет 18. По-моему, в конце года даже. 27 декабря. Да, да. Да, у нее. Вот ей исполнится 18. То есть весь год она будет играть как 17-летняя. Да? Ну, она 97-го года рождения, ты знаешь. У нее 97-го? Нет, она 97-го. Да? Да. Ну, тогда о чем речь? Да, и 20 лет уже будет в этом году. Да, да, да. Мне почему-то казалось, что она вот... О, как здорово сыграл. Вот, зрители. Вот это да. В восторге просто. Ну, да, вот они так и играют. Вот посмотрите, как достал мяч и как сыграл. Находясь спиной, в общем-то. Вот он не потерял-ка ориентацию на корте. Ну, да. Она, в общем-то, ровесница Белинды Бенчич. Они были с ней соперницами среди юниорка. Вот тут же последовала хорошая подача, острая, первая. Ну, с таким ростом понятно, что подача ложится очень глубоко, под самую линию или в линию попадает, и тяжело с ней справляться. По 30. И вот опять, видите, укороченный удар. Очередной. Злится Афанине, потому что обычно он это заставляет, соперникова бегать, да, этими укороченными ударами выводит из себя. А тут все наоборот. Француз его же оружием берет его. Больше. Такой удар по самолюбию, да? Фанине не любит, чтобы его так переигрывали. Вот еще один удар. Да. Понимаете эпизод, когда Фанине переиграл, да, француза? Вот француз взял в этом гейме, в общем-то. Красиво переиграл. Продолжение матча между, на третьем корте, между Бенуа первым и Фабио Фанине. Итальянец проиграл первую партию, хотя имел три сетбола, ну и во второй партии пока уступает 1-2. До этого заставлял своего соперника бегать по корту Перр, а сейчас Фанине решил сыграть свою партию. У них тут такие борьбы амбиций. Кто красивее, да? Кто больше поиздевается над соперником. Они не столько забивают, сколько пытаются интересными тактическими решениями обыграть один другого. Вот опять, как хорошо сыграл. Да, красиво. Опять. Здесь вот непонятно, за кого сами астралийцы болеют, потому что большая очень диаспора итальянская, которая, конечно, присутствует и болеет. И отчаянно они всегда очень хорошо поддерживать умеют своих. И потом, как же не поддержать такого артиста, да, как? Ох ты, вот, пожалуйста, какой удар, да? Так легко его выполнил. А сложнейший просто был удар, а он обвел соперника двухметрового. Вот, посмотрите, еще раз. Сначала с полу лета сыграл, ну а затем и оводящий удар. Тридцать-пятнадцать. Сорок-пятнадцать стал счет. Сорок-пятнадцать стал счет. Ну, гейм взял. Неплохо провел этот гейм Фабио. Сравнял счет. Два-два. Ну, быстро играют. Видите, всего лишь начало второго сета. То есть, ну, четыре гейма второго сета уже отыграли. А с начала всего лишь второго часа. Обычно тайбрейк все-таки играет. Вот где-то час десять, час пятнадцати иногда бывает, если так. Медленные корты. Здесь долгих розыгрышей нет. Пятнадцать с ноль. Ну, это вот выдал сейчас тиранту такую. Не понравилось ему, как он выполнил прием подачи. Ну, правда, тяжело. Первый очень хорошо косую подачу подает в первый квадрат. И поймать на ракетку мяч не так-то просто. Вот еще даже. На второй подаче делает эйс француз. Тридцать ноль. Ну, эти ребята уже четыре гейма отыграли. А Зверев, Тиафо, играют один гейм на подаче зверя. Вот все. Так никак не могут. Да, там американец вцепился. Он такой, в общем-то, упорный парень. И матч принципиальный. Да, под ноль. Под ноль взят гейм. Ну, вот все-таки у меня создается ощущение, что у Перо небольшое преимущество игровое имеет. Не только случайно выиграл первый сет. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что матчи проходят на всех кортах, а не все интересные поединки попадают в телетрансляции. Поэтому это самое время как раз воспользоваться услугами Евроспортплеер, который транслирует все абсолютно матчи со всех площадок. В частности, можно увидеть и игру Зверева, и женские матчи, которые сейчас представляют особый интерес тоже. Ну, для тех, кто интересуется женским спортом. Во всяком случае, Евроспортплеер на этот раз к вашим услугам. Вот так красиво и стараются играть. Опять-таки на публику. Ну, и на результат, конечно. А, тоже. Так 30-0. Или 0,30 так будет вернее, потому что подает все-таки итальянский теннисист. Ну, ты сказала, что да, игровое преимущество у француза, но и материальный перевес на его стороне. Да, нет, материальный-то он есть как раз. Мне почему-то казалось, что до конца не реализовывает себя Фонини. Это, в общем-то, в первом сете мы увидели. У него все-таки было три сутбола, да? Ну, вообще-то необычно, конечно, сет был. Абсолютно необычно, нелогично развивался он. Ну, продолжение игры показывает, что все-таки небольшой такой именно игровой перевес имеет француз тоже. Пока, во всяком случае. Ну, да, от Фонини можно ждать абсолютно, в общем-то, того, что он может и переломить ход встречи. Это мы видели, он 4-0, как он так заиграл вдруг. И тратя стройного сетбола проиграть, конечно, это очень обидно. Вот сейчас хороший был момент у Перо уйти вперед. Было 0,30 на подачу Фонини. Ну, две грубейшие ошибки сразу же уравняли ситуацию. Ну, тем более, вторая подача же была, да? Да. С которой он не справился. И Перо как раз принимал с Бекхэнда. Это его самый сильный удар, которому он особенно уверен. Ну, вот шестой гейм завершил и Зверев с Тиафо. Наконец-то. Ну, минут 15, если не больше, они играли. Этот гейм, и все-таки Зверев выиграл. Еще 3-3. Сейчас Шоуч. Ну, быстро добежал, но позиция была уже выигрышная у Фонини. Надо сказать, что у Джоковича там равная игра 2-2. Со Стоминым в пятом решающем сете. Ну, вот этот эпизод. Видите, здесь уже промахнуться просто невозможно было. А вот интересно, если вдруг, не дай бог, он потерпит поражение, вернется он к прежней команде или нет? Сейчас здесь все время идут срывы какие-то. Ну, все-таки Австралия находится довольно далеко. Довольно далеко от европейской территории страны, территории мировой. И поэтому, конечно, тут логичная небольшая смена срыва сигнала. Ой-ой-ой, какая ошибка. Вот все-таки не удается Фонини, да, не удается удержать преимущество. Ну, 3 мяча выиграл, Бенш, проигрывая 0-30. А потом смешно, ну, во-первых, он двойную ошибку допустил. Он не туда бил вообще, потому что первый стоял там в углу. К тому же еще и не попал. Так, ровно. Да, все-таки больше у итальянца. Да, не справился опять. С подачи не вернул мяч, но я по ней не сделал счет равным. 3-3. А вот у Джоковича проблемы и не маленькие. Знаете, в пятом гейме на его подаче двойной брекпоинт у Истомина. 15-40. Да, это действительно, действительно событие. Дело в том, что Джокович отказался, в общем, от услуг Бориса Бекера в середине этого, в начале этого сезона, в конце прошлого года. И по главной причине, ну, она не ясна, конечно, до конца, потому что все не рассказывается. Но официальная причина заключается в том, что Бекер не хотел работать вместе с тем помощником, каким-то гуру, которого пригласил Борис Новак Джоковича, того, чтобы создавать себе душевный комфорт и хорошее настроение. Тот якобы очень хорошо воздействовал. Ну да, Бекер поставил условия. Или он, или я. И вот Джокович выбрал не Бекера. Да, Джокович выбрал гуру. Ну и вот, конечно, попасть в плен каких-то особых сверхъестественных сил всегда легко. Легко. Ты знаешь, выиграл гейм Денис Истомин на подаче. И в Джоковиче ведет со счетом 3-2 в пятой партии. Да, да. И, конечно, с одной стороны, это ему необходимо, потому что у него такой был кризис в середине прошлого года. Этот кризис затянулся. Но, с другой стороны, он пошел вот таким вот странным путем. И интересно, будет ли он разочарован или же продолжит в этом направлении. Ну, вроде бы, да. Игровое преимущество также у французского теннисиста мы видим. 30-0 он вел. Но тоже вот такие ошибки бывают у него. Грубые. Ну, у него ошибок всегда бывает много. Он иногда даже сериями выдает, потому что вот он эмоциональный. Ну вот, пожалуйста, двойную ошибку дал. Ага, эмоциональный игрок. И вот с 30-ти ноль счет стал. По 30-ти... Это третья двойная. А вот и как раз Тири чемпион. Да, Тири чемпион. Мы еще помним, как он играл. Ну, не очень так. Ну, и не засчитали подачу. Коснулся мяч осетки. Не был таким супер-игроком, но был бойцом. А вот эта подача в другой квадрат, неожиданная. Ой, казалось, и задвигался уже ногами. Понимая, что с 30-ти ноль можно и брейкпоинт заработать. А может быть, там замахнуться на весь гейм. Поэтому и обидно, конечно, такую ошибку опустить. Ну, сейчас просто накинул. А накинул очень неудачно. Как-то нервничает в этом гейме. Ну, первое, да, 30-0 ввел. Потом двойная была. Были ошибки. И вот этот удар слета тоже непонятно. Куда он его направлял? Почему так играл? Ровно. Упадать. Прошла насквозь. Больше. Ох, как хорошо себя. То, что хотелось ему, да, при равном счете показать. Именно вот тогда же он ошибся. А тут выполнил удар очень здорово. Ну, косой. Потому что Бенуа все-таки стоит довольно далеко. И перекрыть уже корт ему было тяжело. Вот обратите внимание, какой косой удар. Мяч даже не долетел до линии подачи. Так косо играл. Ну, многие бы хотели такой удар выполнить. Но не всем удается. Да. А вот отличается француз. Видите, в первый квадрат. Ну, правша. Правша в первый квадрат. Косая подача. Очень хорошо отработано у него. Да, бежит. И что, попал? Да, шлепнул. Вроде бы судьи промолчали. Но я же не согласен с ними. А мне кажется, попал, нет? Ну, вот проверяет. Француз. А мяч попал. Да, он так шлепнул по мячу. И закрыл его еще. Ну, что ж, боевым атакам непредсказуемым даже получился этот седьмой гейм второй партии. Ой. Ой, какая ошибка. Вот после какой-то неудачи в Пэра потом идет небольшой всегда срыв. Ну, что ж, брейкпоинт все-таки получает Фанене, да? 0-30 был, еще 30-0 вел АПЕР. Потом был шанс. Все-таки зарабатывает. Зарабатывает или пришел к брейкпоинту. Ой-ой-ой. Ну, сам все проиграл первым. Все, этот гейм легко шел в руки. И вдруг это двойная, потом он делся ошибки с игры. И в итоге проиграл гейм. Так что Фанене 4-3 ведет. Ну, вот нам сейчас покажут какой-то удар Дениса Истомина, который создал определенные трудности для Новака Джоковича. Истомин к нам спиной. Да, вдруг внезапно он перевел на линию. И счет уже не тот, вы знаете, когда вот этот удар Истомин упомянул, тогда еще равный счет был. А сейчас 4-2 в решающей партии ведет узбек Китай-Инсист. Да, и это уже преимущество в два гейма. Ну, пока еще в одну подачу, один брейк, но этого может быть и достаточно, потому что у Истомина вообще-то подача очень неприятная для приема. Ты знаешь, что подача хорошая у него, и у него классный удар слева. Вот мы как раз увидели, да, и считается. Я помню, когда, например, тоже Борис Сопкин просто восхищался и говорил, что удар слева у Истомина, это, в общем-то, на уровне, на лучшие стандарты мировые. Да, но ему все-таки не хватало мастерства для того, чтобы выигрывать вот у супер игроков. А вот сейчас так сложилось, так сложилось, что это может произойти. Ну, а в двух геймах от главной сенсации. Просто на турнире, а на турнире Большого Шлема. Да, да, это, в общем-то, в двух геймах от главной сенсации. Ну, Фомини вот так неожиданно повелся, что там 4-3. Думаю, что здесь заслуга не только Фомини в том, что он выиграл, сделал брейк, но в основном, конечно, сам Попер. Начудачил там ночью только. Чего? Итак, по 15 в этом гейме. Один из самых решающих геймах определенно. Второй партии. А еще одна неточность. Что там? Чем-то недоволен. А что? На что он обратил внимание? Может быть, кто-то там помешал на трибуне? Ну, иногда бывает и Фомини с вами поведение. Он как-то выводит соперников из себя. Ну, нет. Что-то произошло непонятно. Он не позволяет себе. Ну, счет 30-15 пользует итальянца. Вот опять Фомини. Ну, только повел 4-3. 30-15 ведет. Это не положение было его на корте для укороченного. Он стоял, в общем-то, очень далеко. Почти что за задней линией. Забегал под правую руку. Ну, можно иногда и из такого положения попасть. Ну, все-таки поберечь надо было этот мяч. По 30. И вот вторая подача. Ну, вот вам, пожалуйста. И двойная ошибка. Две грубейшие ошибки подряд допускает итальянец. Брэкпоинт появился шансом. Первый сравнивает счет. Опять мимо первое. Ну, они, в общем-то, друг другу помогли. Помогли. Сейчас, конечно, в дребезге ракетка, по-моему. Или все-таки не поломал. Она так плашмя. Да? Шваркнул аккорд. Ну, есть основания разозлиться. Ну, тоже. Вот как Пер проиграл гейм, так же точно и Фанине. Тоже была и двойная. Были ошибки с игры. Ну, вот потому-то такая реакция. Так, продолжение борьбы на равных уже. По 4. Ну, Александр Зюрев молодец. Он и следующий гейм тоже в борьбе выиграл уже на чужой подаче. И будет подавать на победу. Причете 5-4. Плохо обработал мяч. Сейчас наступил момент, когда оба ошибаются. Постепенно так. Причем за саду. Причем. 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 Нет, не попадает и на этот раз Это уже 0.30 Подряд прикинос ожидает Уж мы увидели Возможно и в этом гейме тоже Поджидает неприятность француза 0.30 А подает и 100 мин 30 мин на подачу 4-3 счет Да, так постепенно приближается К победе К политической точке Ну, Фанель О нет, не сумела Обвести соперника 15-30 Хотя видит, видит Все хорошо, конечно Ну, читовой рост французов Обвести его у сетки не так-то просто Вытянул руку и перекрыл Всю площадку Ну, у него такая бывает ленивая Какие-то ленивые действия У француза? Да Да, у него такой стиль Пацаны так медленно и ходят Ну, вот видишь, два вроде бы Неподготовленных выхода вперед Но принесли очень важные очки Под 30 и вот важный мяч Потому что Фанель, конечно Вот обладая такой легкостью Владения мячом Он все-таки не дорабатывает Не дорабатывает Напряженности нет И поэтому Много ошибок О, хороший Да, это вот Первый квадрат уже Мы видим регулярно Вот эти косые подачи Приносят очки Французу У него больше Он выиграл три мяча подряд Он А у Истомина 40-0 Да Никаких проблем И он выиграл Выиграл гейм Под ноль Один из решающих геймов Во всяком случае В одном гейме От победы Надюковичем Денис Кто-то сокричал Непонятно Ровно Ну, это то же самое Что и у Фонини было Абсолютно то же самое Такая же ошибка При выполнении У Кауручинового удара И у Фонини Брэкпоинт Проверяют Сто подачи Посмотрим и мы И мяч Ну, не попал, конечно Что это делает? Фонини Непонятно Ну, все-таки добился успехов Сделал свое дело черное, да? Взял подачу француза И 5-4 Будет подавать Уже на вторую партию Итальянец В следующем гейме Ну, а тем временем Сейчас вот подает Фонини на сет А Александр Зверев Уже одержал победу Тяжело Складывались отдельные геймы Для него Особенно в третьей высоте Но все-таки Не проиграл ни одной партии Да, и ни одной своей подачи Повел в счете Побел Ну, сейчас Если у него будет сетбол На своей подаче Он, наверное, все-таки Его не упустит, да? Не должен, вроде бы Ну, здесь они вышли надолго Примерно Ну, другой немножко Стиль игры Не похожий на Карловича Но тоже часа на четыре, да? Ну, вот это тоже чистенько Выпанул смеш И по месту И с определенной силой С той самой, которая требовалась Ну, по пятнадцати Счет Ну, а на центральном корте Имени Родна Левера Решающий момент При счете пять-четыре Денис Истомин подает на победу Над самим Джоковичем Ну, я думаю, что наши все телезрители Уже включили свои каналы На Яроспорт один Только лишь поклонники Перо и Фанини остались с нами Их не так много Но даже представители этих Посольских любителей тенниса Они все равно не могут удержаться От того, чтобы не посмотреть сенсацию Будет ли она или нет Ну, один из лучших розыгрышей Как здорово И перемещался, и играл И обрабатывал мячи Ну, все делал идеально Фанини По праву заработал Вот этот важный мяч Посмотрите, как он Переиграл Очень чисто И как положил с лета мяч К самой линии Тридцать пятнадцать Денис Истомин Ведет тридцать ноли На своей подаче Вот ошибается Двойная ошибка Совсем ни к чему Но набегался В предыдущем розыгрыше По тридцати Фенинально неустойчивый характер В таком счете Сделал двойную ошибку Фу-фу Вот тут уже Может и разозлиться Да, подглядывает Зло очень на судью Двойной матч Сетболу Истомина В сорок пятнадцать Ипер ошибается Ошибается Это сетбол У Фабио Фанини При счете Пять четыре Сорок тридцать на его подаче Они старались Замучить друг друга Точными И не очень сильными Ударами Да Да Победа Вот это сенсация Это сенсация Представляете Денис Истомин Представитель Узбекистана Обыгрывает Новака Джоковича Самого Со счетом Шесть четыре В пятом сети Да Потрясающая победа Ну и сенсация Всего чемпионата Наверное Главная пока Сенсация Равноценное Ей может быть Только Поражение Энди Мари Если когда-то Она произойдет Если Энди Мари Проиграет Ну и конечно Еще тут Все болеют за Федерера Не знаю Буквы Федерера Нет Но все-таки Джокович Ракетка вторая Вторая Да Ну Вообще-то Он должен был Быть первой Итак Один-один Пассет Ну и сейчас Мы Переходим Переходим На матчбол Да Апсет Так и есть Неожиданность Так Истомин Матчбол И мяч покидает Пределы корта Вот так Денис Истомин Посмотрите Как Какая победа Замечательная Да Он в таком Возбуждении Находится Потому что Надо было Быть на пределе Своих Как бы Эмоциональных сил Именно в этот момент Чтобы выдержать Такое напряжение А он сумел Да Ну от этого гуру Придется Джоковичу Отказываться Наверное Да Новак Нашел в себе силы И поздравить Дениса И как обычно Очень По-джентльменски Поступил Вы знаете Ну проиграл Победитель Последних Чемпионатов Посмотрите Ну давайте посмотрим Что же здесь Во второй партии Нам дают 46 9-46 Оба подавали Неважно В общем Посредственный результат Выгранные мячи На два мяча У француза Их было больше Ну и на две ошибки Он также больше Это опустил Ну в общем-то Равная абсолютно игра Ну играли в абсолютно равный теннис Но даже Перм Мне казалось Как-то Интереснее Ну активнее Он был Еще на два мяча Все-таки выиграл больше Француз Но это ему Не помогло Так 1-1 По партиям Хотя Полнее Фанинь мог вести Уже 2-0 По сетам Да Мог бы Если бы Тоже Мог бы выиграть Первую партию Легче Ну Стройного сетбола Еще раз напомним Фанинь упустил Первую партию В результате Вот 1-1 По партиям По сетам И два Два матча Вот завершились Почти что Одновременно Это вот Главная сенсация Пока турнира Проигрыш Джоковича И То что Вот Александр Зверев Одержал победу Кстати Ну да Ну в общем Эта игра состоится Сегодня Гораздо позже А вот Победитель То есть Александр Зверев Встретится с победителем Матча Маркоса Багдадиса И Рафаэла Надали А вот Истомин Будет играть С Карена Как его Карена Буста Испанским Теннисистом Который Как раз Как раз Который Выиграл Кубы Кремля Да Выиграл Сегодня Уэдмун Да Тут вот Наверное Открывается Небольшое Окошко Для Грегородица Который Из таких Вот Наиболее Активно Сеянных Игроков Шел Наджоковича Ну тут Все может быть Все может быть Хотя Димитров В общем Выиграл турнир Тоже находится В числе лидеров Игорске хорошо играет Игорске 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 в хорошей форме И он показал Хорошие теннисы На турнире На Хопман Кап И сейчас Убедительно Выигрывает Сегодня очень легко Выиграл У Берлака Так самое Начало Начало Первый гейм Третьего сета Не француз Допускает ошибку 15-30 Так что Высматривайте Афанине Покатывай Что он вроде В мяч попал Согласен По 30 Ну вот это вот подача Он никак не может перекрыть Эту косую подачу Издвигается вроде бы Постепенно Постепенно Все дальше и дальше Вправо Но ничего не может поделать 14 эйсов у Перо И всего 2 эйса у Фанине Он играет конечно Помягче Ну ты знаешь Как бы не подавал Перо Но он конечно Призати Карловича Не сумеет никак 75 эйсов сделал Карлович Ну он и не играет Он играет гораздо лучше Чем Карловича По корту Ну и по подачу Конечно Потому что он как раз Интересен тем Что он высокорослый Теннисист Но владеет мячом Очень хорошо Обычно все таки Ну даже такой Как Иснер Главный его акцент Все таки на подачу На выигрыш Подачу Не все они Да Не все вот эти Высокорослые Но они Тут же Райни Допустим Да Он только подает И такой координации Нет у него Как вот Из-за мешающего Удара Наносит А Перо Он конечно Владеет мячом Очень здорово Да Ну сейчас нам Показывают матчпол Матчпойнт Это вот как раз Александр Зверев Одерживает верх Да Ну вот видите Он справляется с подачей Американский Теннисист И Александр Зверев Продвигается дальше 626364 Ну а мы возвращаемся На третью площадку 1-0 Ведет француз Все таки Выиграл этот гейм И попадает Попадает Суважечь Вот даже Под самую заднюю линию Получился Фаби 15-0 Ну к радости Вот наверное Австралийских болельщиков Даша Гаврилов Ведет 5-2 Как раз Против Конюх Хорошие комбинации Хороший удар Завершающий По 15 Ну как-то всегда Было обидно Для австралийцев Так они готовились К этому чемпионату Ну делали все Один из лучших Или может быть даже Лучший турнир По организации Большого шлема А вот своих игроков Ну никак Не удавалось Пробиться в финал Единственный был Вот один раз Играл Лейтон Кьюит И то для него В общем-то Австралийский чемпионат Был пожалуй Самый худший Стосур Которая в общем-то Блистала На других турнирах У себя дома Не показал Ни разу Хорошую игру По-моему Даже первый круг Не проходил Может быть Один-два раза За все там Пятнадцать лет Своих выступлений То же самое Что можно сказать А Марисмон На аккортах Ролангарос Да Ну а на Ролангарос Она выступала Хуже чем Где бы то ни было Ох Разозлился Француз Ну они мучают Так себя постоянно С первого Жгема Они вот этим Укорочены Мучают Друг друга Что-то Недоволен Она никак Не сидит На голове Да Кипочка Тридцать пятнадцать Второй мяч Будут проверять Этот мяч Точно попал в линию Так что Первый отдал очко Без борьбы Сильная подача И решил Фанине сыграть В такой силовой теннис Который В общем-то Ему не характерен Но Ничего не вышло Знаешь Вот эта Гречанка Сакария Которую Я спрашивал Мне она не попадалась Просто как-то На глаза Сим-пять Выиграла первую партию Укорная Эта девушка Наверное Она где-нибудь Вообще-то Она молодая И 21 год всего лишь Не знаю Проживает вроде бы И тренируется Написано В Афинах Но Есть ли там Условия Для того Чтобы Совершенствоваться Один-один Равный счет Совершенным Насколько увереннее Играет слева Бенуа Он идет на мяч Все время В высокой точке Он даже иногда Забегает Под этот удар Да Это его самый Коронный удар Ну вот Какое передвижение Да Двухметровый парень Почти вот так Двигается здорово Как раз Показали нам И работу ног И его передвижение 30-0 У француза Вот Когда он появился Все ждали Что он раскроется Очень ярко Потому что Это редкое сочетание Великолепных физических данных Роста Хорошего Который предполагает Подачу И при этом Прекрасного владения Мячом Но Еще есть один компонент Для того Чтобы достигать Больших успехов Это характер Какой-то вот Первый год взлета У него был Заметный Ну В 2011 году Он впервые попал Сотню А потом Он был Сорок седьмым И двадцать шестым Стал по итогам Тринадцатого года Вот это был Наверное Самый лучший Его год Он очень многих Таких Заметных игроков Сумел победить Из пятидесяти Выйти Вот В двадцатку Ну почти В двадцатку Это в общем Вот такой Очень серьезный шаг Ну да Он вот В тринадцатом году Был в финале Турнира Монтпелье Тогда И показал В общем-то Довольно Ну неплохие результаты Такие стабильные Результаты На турнирах Большого шлема Он был в третьем круге В Австралии Здесь Это его было Первое участие И он очень тоже Показал хороший результат 2-1 Француз пока впереди Ну еще не завершились матчи Дневной сессии Многие Впереди уже на центральном корте И начало Вечерней сессии Буквально Через минуту-другую Уже начнут играть Там Сирена А нет Они сейчас Чуть попозже начнут Потому что Там нужно Сначала освободить стадион А потом уже запустить Тех, кто будет следить За вечерней сессией Зрителей Ну это все уже В ближайшем будущем Буквально в течение Там Получаса Произойдет Но К чему я это говорю Но главное Эта сенсация Уже произошла Потому что Наверное Такую же Неожиданность Преподнести Кто-нибудь еще Наверное Вряд ли сумеет Осталось только Багдадису Обыграть Надаля Но я Верю Что Надаль Все-таки Себе не позволит Такого Для себя Унижения У него какая-то Сейчас появилась Конечно Он соскучился Очень по теннису И видно Как он старается Вовсю Но он всегда старался Но сейчас особенно Как-то ему хочется Доказать Что он Среди Сильнейших Ну да Но он старается Но Как он играл Сравни Чем мы видели Да Его на полтора сета Только Хватило Играть в таком Правда хорошем стиле Багдадис не равняет Да Вот ты говорила О вечерней программе А вечерняя программа В общем-то Уже на Вот этой арене Маргарет Корт Уже стартовала Да Там уже Радванская Играет Да Радванская уже играет И проигрывает Кстати Лючич Барони Со счетом 24 А вот Мы говорили Бенуапир Что он В общем-то Показал хорошую игру И как раз я сейчас Посмотрел Его результат Ты знаешь на турнире Мастерс В Риме Вот он дошел до полуфинала Тогда И у него были Очень хорошие победы Ну Подойти там На таком турнире До решающих Он же говорит что он Предпочитает мягкие Мягкие корты Да вот еще раз Мы убеждаемся Что как раз Лучшие результаты у него там По 30 Тоже очень такой Ответственный момент Да Для Фонини На его подаче И вновь укороченный Но И не вовремя И не точно Злоупотребляют Этими ударами Они в техническом плане Конечно Очень сложный Но самые большие Мастера Выполнения укороченных Ударов Это вот Новак Джокович Который уже не сможет На этом турнире Продемонстрировать Мастерировать их Ох Как разозлился Фонини Это он кричит На весь стадион Ровно И опять футфол Это уже в третий раз Видимо У него это стабильно За этим следит Судья Он видимо Предупрежден Ну Во-первых Не сумел вернуть мяч После Подачи Фонини В корт И больше Тридцать четыре Двадцать пять Это там показывает Невынужденные ошибки И больше У француза Двадцать пять Тридцать четыре И Двадцать пять Тридцать пять Ну, красивый розыгрыш был и не выдержал, француз. Не выдержал, помучали друг друга, побегали по всему корту и один и другой. И Фанни не сравнивал счет. Два-два. Ну, что произошло за это время? Гаврилова выиграла первый сет у Конюх, Анны Конюх, со счетом 6-2 легко. Она находит свою форму, Даша Гаврилова, в начале сезона она как-то очень неудачно играла в Хопман Кап. Но, видимо, было время, и она натренировалась. 30-0 у француза. Да, судя по тому, как развиваются события, этот матч долгий. Долгий должен быть. Ну, что, продолжается 1 час и 46 минут. А это всего лишь, ну, полпути, может быть, прошли теннисисты. Да, может быть. Ну, может быть, в четырех кто-то выиграет. Пока равный совершенно счет. Отдать кому-то предпочтение трудно. Ну, там вот мы отдавали предпочтение Перу, вроде бы, игровое преимущество у него было, да, в предыдущей партии. А выиграл Фанни, он сейчас опять первый идет, вроде бы, игру. Потому что, видите, легко выиграет гейма. Он вначале вел и едва не проиграл. Да, 3-2. Ну, все меняется с каждым, чуть ли не с каждым геймом. 3-2 ведет француз. А вот, видите, ему сейчас, оказывается, помощь будет. У него там, по-моему, с пальцами что-то. Да, у него, по-моему, потертости. Мозори. Ну, можно себе представить, что там сейчас творится, да, в пресс-центре, вокруг вот этой победы Истомина. Да, безусловно, сейчас, конечно, Денис будет в центре внимания. Сейчас и Джокович вынужден будет пойти на пресс-конференцию и попытаться найти причины, как это все случилось. Все-таки Истомин далеко не тот теннисист, от которого он ждал таких неприятностей, да? Какая-то странная вот эта форма появилась. Вы знаете, это немецкая какая-то фирма, которая, в общем-то, наверное, так вот рекламирует свой товар. И довольно много теннисистов уже стали играть. И вот это как-то некрасиво все-таки выглядит, этот череп какой-то. И Фонини тоже самое. Так, шестой гейм третьей партии. Ну и что там? Первый проверяет? Ну, они очень придирчивы. Так, видите, вот уж сколько моментов таких, да? Ну, конечно, в рамках вот этих предоставленных вот этих возможностей, но проверяют регулярно качество судейства. Ну, Пэр-то вот один мяч проверил совершенно напрасно, вот, который просто он около него находился. Его он этот мяч отбил, почему-то решил, что он ушел. Прямо стоял около него. Ну и подачу один раз проверил, которая не попала, в общем-то, довольно далеко так от линии была. Ну, так не могут никак найти этот мяч. Ну, потому что не ожидали, что будут проверять. Что-ка-то я могу поделать, пожимает плечами Гарден. Ничего не поделаешь, надо подождать. Ну, видимо, не найдут. Да, ну, так затянулась эта пауза. Ну и тогда будут судить именно так, как решил главный орбитер. Оригинальный колст. Стэнс, даешь? Это что-то? И счет. Нет, тот был, какой счет был, в общем, зафиксирован, тот и сообщили, так и... Ну, не нашли этот мяч. Не искать же, да? Всю жизнь. Итак, 30-0 у итальянца на подаче. Как-то два дня прошли, они бен сессации, да? Не было такого ничего. Как-то все фавориты заведуемые, фавориты выигрывали. Матчи довольно легко, и даже завязок их не было. И вот громкая, если грянула такая сессация, громкая, ну, не знаю, возможно, и вот Радванска тоже сотворит что-то. Потому что она, сетбол у ее соперницы из Хорватии. Ну, там, может быть, на один сет хватит лечить в Бароне. Вообще-то она была когда-то очень сильной теннисисткой. Преспективная была, да, когда появилась? Кстати, она выиграла детский Астралии Нуппен, по-моему, в 97-м году. Она не с Курниковой соперничала еще в свое время? Нет, она, говорит, помоложе была. Но как потом она созналась, это уже не имело значения, что папа там ей... Переделал, да? Переделал возраст. Сейчас ее уже безразлично, сейчас ее уже, по-моему, 35, да? Да, она 35, наверное. Может быть, даже... Ну, ты посмотри, ты любишь проверять все. Посмотри. Мючич Бароний, 82-го года. Ну, да, вот 81-го Пурникова, 80-го Хинрис. 35, как раз очень скоро, в марте, начале марта. Так, 3-3, в общем-то, самый напряженный, интересный гейм. Жду часа игроков, и нас с вами в третьей партии, седьмой гейм, 30-15, француз повел. О, как, куда он там забросил ее? Ну, не поймал. Обычно теннисисты бросают высоко и ловят, да? Были такие мастера. Ну, это те, да, это другие мастера. А он просто от раздражения вышел на руководство. Вторая подача. Кстати, у Ильича Барония даже была потом, спустя какой-то период времени, однажды в полуфинале Умблдона. Вдруг неожиданно она туда прорвалась, когда уже почти, казалось бы, закончила свое выступление. Потом она совсем ушла из тенниса. Ну, и вернулась лет, года четыре назад, или пять. Причем, ну, так через все квалификационные турниры проходила. И у нее такие были неожиданные победы. Она, по-моему, дважды победила, например, Халиб в расцвете сил. Именно тогда, когда Халиб была в финале Ролан Горос. Едва не обыграла Шарапова, а потом проиграла, по-моему, в первом же круге. В Ильичей в Бароне. Такая неожиданная теннисистка. Но очень такой у нее прикладистый теннис, жесткий. Хорошего роста, да, она, метр восемьдесят один сантиметр. Ну, ты представляешь, она такая посмотрела сейчас на Ильичей в Бароне. В девяносто седьмом году она стала профессиональным игроком и была уже сразу же в пятьдесят второй. Ну, да, она играла, она принимала подачу, мы же помним, а почти стоя на Хавкорте, папа ее заставлял. Потом она рассталась с папой, очень они разругались там. У них был дикий скандал, и она уже самостоятельное плавание отправилась. Ну, она, в общем-то, ты знаешь, вот так следя за ее выступлениями, ну, она десять лет не играла. Ну, да, но она была вот в полуфинале. В рейтинге. Она три года подряд была в рейтинге, вот так стала профессионалом, да, была в пятьдесятый, пятьдесят первый, пятьдесят второй, а потом все. И только в две тысячи одиннадцатом году вновь появилась, ну, на сто шестнадцатой позиции. Ну, кроме этого, вот это вот ее неожиданное выступление в полуфинале, он был дону. Очень неожиданно. Ну, что ж, решающий геймой впереди как раз четыре-три повел французский теннисист. Это все в третьей партии. Ну, а мы заговорили о Лючичеве в Воронье, потому что она тоже, в общем-то, пока, правда, на полпути к сенсации, но она легко очень переиграла Радванску в первой партии шесть-три досрочно. Ну, она даже две подачи взяла Радванску. Радванску-то подает, мы знаем, как это, не самая сильная сторона ее игры. Ну, шесть-три, итог первой партии. Француз ошибся по пятнадцати. Коронный удар подвел. Ну, Афанин почему-то так один за другим мяч и все подлево играет, да? А француза слева прекрасно разводит по углам. Ну, тут Бенуа просто удалось с приема сразу же захватить инициативу, и дальше он был хозяином положения. Пятнадцать-тридцать. Ой, 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 как дрогнула рука у Фаби, а? Ну, это, между прочим, опасный момент, потому что одна ошибка, и уже судьба этого сета тоже может быть решена, да? Как здорово сыграл. Ну, это только Фанин не может. Она вот в такой ситуации ухоротит, да? И выиграть вот так мяч. А затем драйвом каким-то так мгновенно перевести в другую сторону, чтобы не дать возможность Перу вернуться в исходную позицию. Как будто бы он даже и не знал, какой счет, да? Потому что не по счету он играл. Ой, 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 какие две ошибки справа. Стоили ему не только гейма, а, возможно, и сета, потому что Минуа первую будет подавать, подавать на третью партию. Две грубые, да, ошибки просто справа. Нет, я не попал. Вдохновившись успехом, Перр пошел вперед, да? Да. В атаку бросил. 15-0. Ты знаешь, а вот совсем поменялась игра абсолютно в матче Гавриловой и Конюх. Конюх ведет 4-1, выграв две к подаче уже Гавриловой, 4-1 и будет подавать. То есть не исключено, что третья партия будет. Ну, что же делать? Конюх хорошая игрокая, но способная. Она играет неинтересно, в основном на задней линии, но не ошибается. Вот ошибся. Ошибся Бенуа, 30-15. Но он активнее играет, безусловно. Ох, как хорошо. Да, в противоход. Ну, заработал двойной сетбол, француз. И он все-таки так смотрится постабильнее. Судья на вышке зафиксировал аут. Судья на линии не обратил на это внимания, но арбитр принял решение. Ну, а Фанине, по-моему, уверен, что он проиграл уже. Да. Это был аут. И вот таким образом француз повел 2-1 по партиям. 2-1 по сетам. Это уже приличное преимущество. И так начинается уже четвертый сет. Ну, если вдруг Бенуа сумеет победить своего соперника в четвертом статье, у нас есть хоть какой-нибудь шанс увидеть какую-нибудь другую игру, кроме этой, да? Ты знаешь, ну, вот матч после Агнешки, если Агнешка сейчас уже 2-0 повела, проиграв первую партию, да? После нее будет играть Тим и Томпсон. Это единственный австралийец, который остался, да? И Тим, но Тим, в общем-то, игрок уже первой десятки австрийц, молодой. Вот как раз они, победитель вот этого матча, о котором мы рассказываем, будет играть с победителем той самой пары. Ну, вероятно, не все-таки Тима, да? Скорее всего, да. Хотя Томпсон, безусловно, оставил очень хорошее впечатление. Вот я как раз о нем говорил, смотрел, как он играл, и мне понравилось. Ну, он не единственный, конечно, потому что еще есть тот самый, который вчера намучился. Я не знаю, сколько там они играли времени, может быть, не 5 сетов, 4, но играли очень много. Это кто? Австралийц? Австралийц, да, конечно. Томич. А, Томич. Ну, там же еще есть совсем 17-летний парень какой-то, Минаур. Он в первом круге выиграл очень напряженную встречу. Как он? По-моему, в первый день. Вчера он сыграл как-то. Ну, что ж, Перу гейм взял Фонини, но это все же гейм, выигранный на собственной подаче. Он повел. Да, вот он вчера проиграл Куэри. Доминаур – это такая восходящая звездочка австралийского. Самый молодой был на турнире. Да, ему 17 лет, но он живет в Испании. Родители там работают, и он, собственно, в Австралию приезжает только играть соревнования. И выступать за Австралию. Его спонсирует Австралия. А на самом деле он – игрок, сложившийся в Испании. Ну, 15 на подаче французского теннисиста. Леткий случай, когда он проигрывает мяч на своей подаче. Потому что первый квадрат, он подает очень долго. Сейчас и вторую ошибку допускает. 0,30 – это неправильный счет. Счет-то 0,30, а не по 15. Еще раз первая подача. Как перезагрузить компьютер не могут, поэтому, видите, все, меняется. Не тот счет показывает нам. Счет был 0,30. Вот сейчас уже 15.30. Как будто бы заранее знали, что Афанин допустит ошибку. Ему не понравилось что-то. Ну, наверное, как отскочил мяч. Хотя идеальный просто по ровности корт. Нет, ему, скорее всего, не понравилось его собственное действие. По 30. Проверяет Фанинни этот мяч. Сам-то идет принимать другую сторону. Мяч попал. Это как раз та самая подача, да, в первый квадрат, косая. И ошибается еще раз Фанинни подряд допускает ошибки. 42, 40,30 был счет и гейм. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Начинается третий гейм четвертой партии. Не ошибается, Фанинни. 15-0. Ох, как умел-то. Не сумел абсолютно. Абсолютно обработает мяч. 30-0. В самый-самый угол попал, да? Это на приеме, француз. Ну, он хорошо вошел в мяч. Хотел сыграть на опережение. Ему у него получилось. Жуфани не проверяет. Ну, очень много таких проверочных этих мячей. Амец отцепил линию. По 30-ти. Амец отцепил линию. Легко, да? Перешел в атаку. Вот так держал, держал мяч. Ждал этого самого момента. И моментально оказался у сетки. Ну, играть не понадобилось. Люта. 40-30. Так вот. Такой матч тоже очень неровный в исполнении, наверное, Даши Гавриловой. Первую партию же она выиграла очень легко. 6-2. А вторую проиграла 1-6. Все, лишь один гейм сумела взять, а весь за всю партию и будет решающийся. Очень быстро, по-моему, минут за 20, да? Ну, да, так пролетело просто. Ну, сейчас, казалось, такой важный момент был для Перо, где тоже нужно, ну, на равном счете пытаться схватить геймов Анини. Ну, вот, Ни Толенес не дает. Да, и что-то так, ты знаешь, вот, притормаживает Радванск. Оказалось, во второй партию. Ну, она первую проиграла. Оказалось, ну, сейчас вот она уже взяла за дело. Да, 2-0 вела. Ничего подобного. Ну, 2-2 стало. Ну, Фанни не взял гейм, а взял гейм. 2-1 он ведет. Это в четвертом сети. 2-1 он ведет. Ну, в общем, и должны были одержать свои победы, и довольно легко их выиграли эти матчи. Двое в четырех сетах. Штепанок проиграл Гуфену, да, Коль Шрайберу обыграл Янга, Феррер и Болотиста Готт пошли дальше. Карлович, Карена Буста, Симон и Истомин. Ну, главная сенсация – это победа Истомина. 6-4 в решающем цвете. Ну, вот как мы видим из результата, вот еще нам показывает, что Зверев обыграл, да, американца. Ну, и, как видно из результата, в общем-то, представители двух стран отличились уже сегодня. Это представители Франции и Испании. В большом количестве. Да, в большом количестве. Один представитель Узбекистана, много дорогого стоит, как говорится. Да, всего лишь один, но какой, какая сенсация. Ну, в общем-то, представители Франции и Испании, они всегда доминируют по количеству игроков. Правда, вот на этот раз американцы опередили, но у американцев получил еще white card один теннисист. Это по условию, как бы, проведение этого соревнования. Ну, не пошли, там остался кто? Куэри? Кто-нибудь еще? Сок, самое главное. Сок, да. Два человека. Ошибается французский теннисист по 15-ти. Тридцать пятнадцать. О, как красиво он с горки скатил мяч, а? На приеме. Знаешь, другими-то как-то, ну, на пользу идет. Вот разговоры, да, там, афонии, наоборот. Вот там выпустил пару, сейчас он переговорил там с кем-то, и вот такой удар выполнил. Ну, он, да, он не играет на сосредоточенности, концентрации, а он играет на свободе. А что там? Заволновали зрители-то? Ну, понятно. Да. Да, вот и брекпоинт получает французский теннисист. Это все происходит на этой арене, потому что рядом-то, вообще-то, игр уже нет никаких. Ой, ой, какая ошибка. Вторая подача не очень сильная была. Попадает в сетку. Фаби. Ровно. Фаби, ой, ой, ой. Ну, не тут-то было, да? Свет не получил хорошего. Он так сыграл довольно резко. И показалось ему, что, может быть, в общем-то, правильно поступил, да? Что пошел вперед. Но не дошел даже до линии подачи. Резкий удар с вами. Резкий и очень четко по месту застал его именно там, где сыграть было ему очень тяжело. Что ж, еще один шанс, да? Взять чужую подачу. Нет, только был шанс. Какая подача, а? Прекрасная. Агафония не проверяет. Да, решил проверить. Он даже уверен, вроде бы, что мяч не попал. Он так стоит в этом же квадрате. А мяч попал, мяч попал. Ну, очень-очень так, минимально. Он так смотрит, да как же так, посмотрите. Ну, он зацепил, тем не менее, вот это вот пространство между линией подачи. Ох, как хорошо, с криком даже в пустую часть корта. Ну, классно разыграл этот очко во француз. Ничего не скажешь. Больше, наконец-то. Отыграв брэкпоинт, и у него вот появился шанс сравнять счет. Когда мяч задевает линию, обычно теннисисты все-таки, наверное, так думают, что погрешность-то бывает у этой системы Хукай. Небольшая, но иногда бывает. Да, да, имел шанс в франине оторваться, но не получилось в счете. 2-2. 3-2 повела, она выиграла три гейма подряд. Может быть, Радванска проиграла три гейма подряд. 3-2. Радванска у нас первой ракеткой была? Нет, никогда не была. Радванска выигрывала турнир итоговый, но первой ракеткой никогда не была. Ну, как пер. Вот это удар слева, его коронный удар. Он влазит им прекрасно. Ну что, вот теперь может сработать это самое, да? Правило такое, не писанное в теннисе. Упустил брэкпоинты в предыдущем гейме, и вот уже проблемы. Правда, пока 0.30, но могут и брэкпоинты быть у его соперника. Не попадает в корт. Бенуа. 15-30. О, что ли. Нет, не сумел обработать мяч. Ну, все равно, вот у Бенуа, конечно, есть это стремление выйти вперед, пойти на обострение, выйти к сетке. Да, хороший шанс был. Но пока, в общем-то, сохраняет возможность получить брэкпоинт. Да, что-то там с Радванской происходит. Уже 4-2 она проигрывает, и 30-0 ведет Лючичи на своей подаче. Ну что ж, вторая сенсация теперь уже в женском теннисе, да? Назревает. Но Радванска из категории тех, которые пока не проиграли последний мяч, могут все изменить. Умеет в последнюю секунду бороться со страшной силой. Да, ну вот посмотрите как, а? Ну, сам проиграл гейм. Сам такой гейм вражный уступил, и вот теперь уже к двум выигранным сетам еще и брэкпоинт добавил в Минуа. При счете 3-2 подает Бенуа Перр и 0-15. Да, в критическом просто положении находится. Агнишка Радванска, 2-5 она уступает. 2-0 вела, 5 геймов подряд проиграла. Да, видимо, никаких шансов у нее нет. Ну, она занимает место в турнирной таблице в середине нижней половины. И тут, конечно, всякое может произойти, но там теоретически может на нее попасть Лена Веснина, которая сегодня выиграла свой матч. Ну, у нее соперница такая была не сильная, Минелла. И поэтому сейчас готовность Весниной трудно определить. Но в случае, если ей удастся победить вот эту Бруди, да, Бруди, который выиграл сегодня Уотсон, да, то она может выйти на победительницу матча. Лючич, Барони и как там, как играет Корне? Ну, Корне, ну, она первую партию-то проиграла. А вот во вторую, вторую выиграла, вот только что выиграла вторую партию, решающую. Ну, и вот с тем, кто выиграет Корне или Закари. А тут вот были хорошие шансы у Фанени, пока еще он сохраняет в каждом чуть ли не гейме на подаче Бенуа. Вот такой счет 0.30, а затем он удачно очень проводит концовку гейма. И на этот раз вот 40.30 уже повел. Вот эта косая подача, ну, никак с ней справиться не может. На протяжении всего всех этих вот почти трех часов. Ну, вот сейчас еще одна подача. Нужна Бенуа. Ну, как принял, здорово, а? Да, Фанени молодец. Да, не хочет задаваться. Главное, прием, конечно, был. Ты отметила прием. Ну, а потом вот как он сразу вперед вышел. Ну, тут моментально. А скорость-то нам показали. 205 км в час была подача. Да, двойной матчбол у Лючича в Бароне против Радванской. 6-3 и 5-2. Скорее всего, 6-2 будет счет. Что тут? Вот, вот, пора быта. Ну, она пробует оспорить. А что, он все уже истратил? А он истратил все челленджеры? Почему он так торгуется? Ну, не знаю. Вроде бы челленджеры должны были остаться еще у него. Ну, как он не может никак успокоиться. Ну, почему он не проверяет, а так вдруг активно ругается-то, да? Странно. Он мог бы воспользоваться хоккаем, но решил не отстаивать свои права там, где у него и нет шансов. После скандала устроенного, видишь, двойную дал. Да, нет ни одного челленджера уже у Фанини. А у Перри ни одного расходованного нет. Вот какая разница большая, видишь. Еще вся игра вроде впереди, а у Фанини нет этих мячей. Больше у Француза. Француз мог бы подарить ему один челлендж. Ну, он ему подарил, зато двойную. Ох ты! Как Кирио сыграл. Ох ты, молодец! О, как Фабио обработал мяч, а? Да, раз против него таким образом играют, он должен был показать что-то виртуознейшее. Несколько раз нам повторят. Вот, посмотрите, так между ног сыграл. Фабио не растерялся. Великолепно. Великолепный розыгрыш. Ровно. Ну, как, имело ли смысл Перу в этот момент таким образом рисковать или нет? Не понятно. Так, получил бы 4-2 благополучно. И... Ой-ой-ой, вторая двойная. Какое оживление пошло. Да. Сейчас проверяет. Перернул, кажется, чтобы успокоиться только лишь для того. Да, проиграла Радвадовская, да? Да. 6-3-6-2. 6 геймов подряд. Ну, конечно, чтобы тут было проверять, вообще-то непонятно абсолютно. Опять вот сейчас потерял самообладание, по-моему. Ну, Фабио не его вот этим скандальчиком вывел из себя. Да. Сейчас еще одна, вторая подача. Вот что значит такую подвижную нервную систему-то иметь? Вот, посмотри, еле-еле добил до сетки. Два, два. Три двойные, да, он в этом гейме. Но две подряд. Да. Три-три. Три-три. В женском турнире было все спокойно. Было такое затишье после того, как первый же матч проиграла Симонна Халев на центральном корте в понедельник в 11 утра. Ну, и затем вот вторая сенсация. Поражение огняшки Радванска. Фанни не ошибается. Но 15. Знаешь, у него, ну, Фанни вообще-то любопытная статистика на подаче. Два эйса и шесть двойных ошибок. Ну, у Бенуа семь двойных он дал. Но, правда, у него 19 эйсов. Опять, да. Чуть-то не в каждом гейме, да, счет 0-30. Нет, тут он послал в аут. Да, он с носа просто. Такие, да, срывы, в общем-то, в двух геймах подряд. Поэтому так долго и не меняли счет. Мне тоже показалось, что... 55 ошибок невынужденных против 39, да? Да как он потерял самообладание в конце вот этого предыдущего гейма на своей подаче. В принципе, Фанни не должен это почувствовать сейчас. И он начал играть поаккуратнее. Ну, тут просто, конечно, один за другим. Просто мячи летят куда-то. Но не в площадку. С стороны француза. 30-15. Практически выиграл матч уже. Потому что было 3-2. Он взял подачу соперника. Подавал, уверенно подавал. Все растерял. Ну, и Фанни не точен пока в гейме по 30. Сам так над собой иронизирует. Могут сказать, как же это я в такой момент, когда мне это не заделать. Что касается активности, то первое большое преимущество. В 19 мячей аж вы знаете. 49 мячей он выиграл. И 30 у Фанни. Ну, он играет активнее. Но вот тем не менее, тем не менее, игра-то вообще почти равная. Небольшой перевес, конечно, есть у ПР. Ну, в принципе. И многое зависит от этого удара. Как раз вот сейчас ошибается еще раз Фаннини. И брекпоинт. Вновь подвисает его подача. Гейм седьмой. Четвертой партии. Аут. Попал. Попал, попал. Тут аут. Это уж точно аут. Ровно отыграл брекпоинт Фабио. Дюс. Вот еще один. Да. Ну, вот еще одна ошибка. Представляешь, еще один гейм упускает. Ап. В какой момент? Второй мяч. Аут, ну здесь судья кто-то. Или судья, или зритель кто-то крикнул. Да, и зрители, наверное, ну и помешали. Неопределенно. Хотя атаковал первую очередь здорово. Нет, они крикнули позже. Позже. Вот как раз просит, видишь, судья сейчас не кричать. Просит не кричать. Не мешать. Ну, Фанинь-то знал, что это зрители. Он даже на них и не сердится. Он на себя сердится. Ну, первое, было много этих три мяча еще можно проверить. Поэтому он и... Два. Два осталось. Один проверил. Метровый аут. А мяч? Ой-ой-ой. Немножечко, но вылетел. Да, и у первого остался один. Один проверочный мяч. Да, нет, попал, попал мяч. А вот тут аут. Ну, да, растерял, конечно. Вот эти два гейма. Ну, вполне мог, в общем-то, уже завершить даже игру в свою пользу француз. А так 4-3 ведет Фанинь. Нет. Ну, и сейчас еще одна неожиданность, о которой мы уже вам успели рассказать. Это проигрыш Агнешки Радванской. Миряне Лючич Баруния, теннисистки из Хорватии. Она сама удивляется, как же так, Игорь. Как же, говорит, это со мной случилось. Ну, уж не предполагала. 35-летняя теннисистка. Время от времени преподносит себе подарки, одерживая победу над теми, кого она уже считала давно недосягаемыми. Ну, и, в общем, это так любопытно. Она благодарит и зрителей, и обстоятельств. Да, это тоже сенсация. Сегодня богатый день на такие неожиданности, да? Ну, две неожиданности такого, в общем, можно сказать, высшего масштаба. Первое все равно на первом месте. Это поражение Джоковича. Еще буквально там полгода назад мы рассуждали, может кто-нибудь обыграть Джоковича или нет. Потом это уже было закончено после того, как он проиграл Куэри в Умблдоне. Ну, ты знаешь, он так проводил прошлый сезон начало. Он все выиграл, все абсолютно, что можно было. И турниры Мастерс, и турниры Большого Шлема. Ну, все. Казалось, что никто не сможет обыграть его. И вот такой надлом случился во второй половине сезона. Да, причем он так как-то не... Все-таки он проигрывал... Нет, хотя Куэри тоже не игрок. Ну, не тот игрок, конечно. Первая линия, как говорится. И вот как легко потерять уверенность, и как потом опять вернуть ее непросто, да? Потому что нельзя злоупотреблять обстоятельства. Ну? За это его... Вот здесь его наказали. Здесь его наказали. И он это понимает. Поэтому он к гуру-то и обратился. Он думает искупить свою вину именно при помощи гуру. Не Бориса Бекера. Ну, у Сирены тоже, вы знаете, непросто. Пока все на центральном корте. Там 2-2. То есть борьба равная. Пока Шафаржева она играет. Гаврилова повела 3-1 в решающей партии. Ну, если 2-2, значит Шафаржева более-менее в форме. Потому что никто не знает... Ну, непонятно. Может, Сирена там ошибается подряд. Бывает же у нее такое. Ну, да. Там и равная игра вот сейчас. На подаче Сирены. Да. Ровно по 40. Ну, да. Безусловно. Но если Шафаржева не в лучшей своей форме, все равно ей трудно. Ну, даже психологически играть с Сиреной. Если она ничего. Ну, что, 15-40. Вот как поменялась ситуация. Посмотрите, а. После вот того самого гейма, который проиграл. Он так в себя и не пришел. Ну, 5-3 проиграл. А этот гейм проиграл, в общем-то, чистую, можно сказать. Таким образом, пятый сет неизбежен. Я уже это поняла и смирилась с этим. Линя настроилась на пятый сет. Ну, еще не настроилась, но смирилась с тем, что тут быстро все не закончится. Да нет, здесь понятно было с самого начала, что этот матч будет, в общем-то, непростой и довольно затяжной. Ну, он и так и получился непростой. Но он мог закончиться все-таки раньше, если бы проявил, ну, спокойствие, некое спокойствие Пэр. Но он вот поддается. Любой эмоциональный всплеск его выводит из себя. Ну, ты понимаешь, что, да, но с одной стороны ты вот обсуждаешь, что, да, возможности Пэра, да, и были у него, конечно. Но в то же время и Фанни не может себя корить, да, за то, что проиграл с райного сетбола первую партию. Ну, в первом сете, да. Да, но вы об этом-то что говорите уже, когда молоко пролилось, что о нем вспоминать. Но дальше преимущество у Пэра все-таки было. Ну, вот Башинский все-таки одержала, а победу выиграла с трудом. Первый сет 6-1, а во второй на тайбрейке сет взяла. Играла она против Ковинича. 30-0, да, как-то Пэра уже совсем раскис. Фаннинис его неустойчивая психика. Вот видите, какой сет вытягивает, да. Все же геймы, вот последний гейм он мог проиграть, а все взял. Молодец, но это коронный номер исполнил. Все-таки француз. 30-15. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Ну, какой гейм получился, посмотрите. И француз не сдается. Ровно. Да, вот видите, Корне, видимо, сил уже не хватило просто на решающую партию. 5-1 ведет девушка из Саккарии. Гречанка. Ну что, это новое имя. Да, мне кажется, это на руку Весниной. Но ей, правда, нужно еще обыграть вот эту Броди. А там-то, получается, Саккария и... Ну и Гаврилова тоже выиграла со счетов 6-4. Нет, Гаврилова сюда не идет. Здесь идет Лючич Бароний и Саккарий. Так что у Весниной, если она в хорошем состоянии, есть неплохие шансы. Да, и все-таки, вот видите, ну пока чуть рукой, да так. Ну, тяжелейший гейм. Тяжелейший гейм провел и выиграл его Фабьев. 2-2 в равный счет. Чу Гинзо. Чу Гинзо. Да. Такие сложные удары выполнил. Да, он с полулета же обработал мяч. Здорово сыграл очень. Вышел вперед, а такой вот... У сетки запорол мяч просто. И опять ему хотелось опять сыграть, в общем-то, так. Укороченным ударом. Укороченным им пользуется. Ну, тут момент. То есть здорово. Ну, вообще-то может все делать. И слета, и мощно, и тонко. Но не всегда вовремя это делает. Ну, ты знаешь, мне вот еще раз, может быть, я повторюсь, но вот среди вот этих самых великанов, а он по 2 метра же тоже, мне кажется, у него лучше, в общем-то, координация из всех. Да, у него идеальная координация. Такое дело, что у него, конечно, вот, видимо, характер тяжелый. Даже в лучшие времена, когда он очень хорошо играл, его не ставил ли на кубок Дэвиса. Именно потому, что, видимо, знали, что он неустойчив. Ну, это, ты знаешь, это, ты со мной всегда не согласна в этом плане, но всегда крупные ребята, они все как с таким характером каким-то. Добродушные немножко в игре и не совсем устойчивы психикой. Ну, почему не согласны? Я не знаю, например, под 2 метра Мари. Нет, ну, Мари, потому что он 1,91 метра всего. Не 6? Нет. Ну, все равно. Ну, уже там 3-5 сантиметров уже неустойчиво. Ну, да, там уже, когда под 2 метра приближаются, там уже каждый сантиметр имеет значение. Не знаю, по-моему, на нервную систему все-таки не даст. Сейчас метр девяносто восемь зверев. Да, метр девяносто восемь зверев, да. Это молодое поколение. Но он, мне кажется, достаточно удовольствие. Да, он сейчас пока очень даже. Ну, правда, координация пока у него же немножечко, но он вытянулся так моментально за один год какой-то, поэтому тоже немножко... Но он уже привык должен, должен был привыкнуть к этому росту. Ну, такой еще не окрепший, как бы, да? Нет, он в сравнении с Рублевым, он просто сложившийся мужчина. Вот Рублев совершенно еще ребенок. Ну, посмотрите, какая борьба за каждый гейм идет, не только за очко, да? За очко, то есть, а не только за геймы. Пятый гейм, ровно. Афонини маленький, но тоже с нервной системой не сложившийся. Ну, ты знаешь, у него вот в решающем моменте все-таки он... Умеет. Он в самом же начале, если не играет, так и не играет. Но в решающем моменте он умеет тебя держать в руках. Ну, по-разному. И так бывает, и эдак... Ну, нельзя сказать, что он стопроцентно управляемый, но он просто все равно игрок. Игрок, потому что, ты знаешь, нет этого ощущения, потому что он на такой свободе играет, да? Что кажется, что, в общем-то, у него вот этого мандража нет вообще. На самом деле, там внутри, да, что-то происходит. Ну, вот, пожалуйста, две ошибки на приеме, причем второго мяча и гейм за французским теннисистом. Вот он злится там на кого-то. Ну, ему кто-то подсказывает, видимо, требует, чтобы он играл четче, да? Он говорит, а я стараюсь. Так, 3-2. Ну, вот Даша Гаврилова подает на матч. Ну, вот видите, какой танец она исполняет, она всегда очень темпераментно все это делает. Конечно, радость всех болельщиков. Как Цибулко почти, да? Ну, и для удовлетворения собственных амбиций, потому что, ну, дескать, не случайно я к вам переехала, и я вам подарок, да? Да, она такая же темпераментная, как и Цибулко на курсе. Ну, вышло. Следующий круг. Ну, с Фаби тоже, наверное, не так-то просто уж ужиться, да? Поэтому у него личного тренера вот даже нет сейчас. У него есть команда, да, состоящая там из физиотерапевта, и тот, есть человек, который работает с ним в физическом плане. Ну, чисто тренера по-теннигу так будет. Теннисного тренера нет. Иногда подключается капитан сборной, да, Боразутина, так, временами. Наверное, не всякий тренер согласится с ним работать. Много было у него тренера. Да у него много было, да. 15-0. Это остается мяч на стороне француза. Это значит 30-0. Это значит, что он не может быть в поле. Что-то еще такая любопытная статистика посмотрела, да, в матче Шафаржо и Сирены-Вильямс. Пять прыгпоинтов было у Люси, но ни разу она так подачу Сирены не взяла. Заравнял счет, в общем-то, без борьбы. Гейм прошел 3-3. И подача французов. Хорошо. Изящно укоротил, да? Нет, этой статистики, сколько же они этих укороченных исполнили? Очень много, с каждой стороны было их. 30-0. Подача прошла. Во второй даже квадрат на вылет. 30-0 ведет француз. Француз. 30-15. Ну, французов все время почему-то как-то вот так. Он начало хорошее в гейме, а вот затем как-то концовку он не всегда проводит четко. Не засчитали эту подачу. Он проверяет. Проверяет Бенуа. Нет, опять не нашли этот мяч. Ничего не поделаешь. Не всегда срабатывает эта система. Угай. Нет, на этот раз Фанни не ошибается. И 40-15. Ну да, там проверять-то нечего. Он так поспорил на своих, да? Всем стало понятно, что... А вот был приличным. Не подлежащий, во всяком случае, проверке. Какой прием выдал. Ох, как сыграл, как обработал мяч. Чем тяжелее, тем лучше играют. Пьер просто великолепно обработал мяч. И Фаннини, какой прием, а, выполнил. 4-3. Француз впереди. Ну, не успели ведь к самому началу этого гейма. Ну, а мы видели, что на этот раз что-то сигнализирует, что-то показывает, разводит руками на Фаннини. Ну, нет, здесь Бенуа сыграл очень оригинально, я бы сказал. Он как бы сбоку вот этот вот косом мяч. Никаких сомнений просто. Также косо направил смеш. Для высокорослого теннисиста это тоже нужно. Опять-таки координацию иметь хорошую. Хорошую координацию. Ой-ой-ой, вот и дрогнула рука. Дрогнула рука. О, Фаннини. Ну, он начал на его подачу. Он начал немножко спешить. Рассердился на себя и разволновался. Потому что сейчас игра-то подходит к концовке. Если этот гейм на своей подаче Фаннини проигрывает, то все. Он подходит к концу. А вот этот мяч уже завершился. Греченко одержала победу над корной 6-1 в решающей партии. Конечно, обидно очень францужно. Взял в себя руки, выполнил смеш. Не сильно, но так, как надо было. С небольшим запрасом прочности, да, Фаннини. 15-30. Ну, понятно ему. В первую очередь, чем грозит ему потеря этого гейма. Ох, какой шикарный удар. Вот это да. Ну, он заслужил просто, ты знаешь, выигрыш. Вот этим ударом. Ну, коронный все-таки. Да, вот это удар. Тут уж ничего не мог поделать. Фаннини и 15-40. Так, два брэкпоинта. Ну, это еще пока не обо всем говорит. Опять футфол. Опять футфол. Да, вот этот гейм. Ну, здесь отметить надо, конечно, вот два удара. Но первое, ну и, конечно, ошибки. Ошибки со стороны Фабьо. Какая большая группа французских болельщиков, то тут оказалось. А нет, каким образом? И французы, и здесь и много, и итальянцев, да? Ну, итальянцы, они здесь создают ресторанный бизнес, а вот французов здесь просто огромное количество. Может быть, они приехали отдыхать на летний период? Так бывает. Помнишь, шведы всегда приезжали? Шведов очень много было, да? Шведы играли. Они себе устраивали такие туристические. Тут рядышком находится их колония, вот эта колония, да? Новая Каледония. Они туда иногда часто. Зимой едут, ездят французы. Попал. И попал и на этот раз в линию. Замучился бегать, так сказать. Прям чувствовал, что ноги не держат сейчас бенуа. Ну, ты знаешь, и повезло, Фанине. Он дважды послал меня точно в линию, да? Он так на грани фола был. Да, ну, бенуа-то как мотался. Мотался, мотался. На задней линии. Ну, они уже мотаются долго. Сейчас, видимо, силенок не хватило. Ноги не держат. Три часа и двадцать одна минута. Как играют. Вот эти минуты. О, как здоров, Фанине. Ой-ой-ой. Ну, здесь, конечно, тяжело было-то этот удар выполнять двумя руками. Одной еще сложно было бы попасть. А двумя это уж совсем. Абинова как укоротил, а? Какой мяч вот этот достал? Так, по пятнадцати. Хотел через спину сыграть. Да, не успевает обработать мяч. Очень глубоко и мощно сыграл француз. Фанине на всякий случай проверяет, но, мне кажется, шансов у него маловато. Победить в этом споре судьей. Да, мяч попадает точно, точно, абсолютно. Тридцать пятнадцать. И опять у Фанине нет уже больше. Зеро у него. Да. Ну, сейчас уже концовка приближается. Второй мяч. Не помогла подача. Была близка к тому, чтобы дать ему матчбол. Ну, не, ну, так, попугать, что ли, вышел вперед. Потому что не подготовил атаку. Мне кажется, он устал бегать. Ну, конечно. По тридцати. Пошел немножко для того, чтобы так... А вдруг получится, да? Ну, да. На область. Ну, вот и шанс появился. Небольшой у Фанине все-таки. Брэкпоинт заработать. Брэкпоинт. Достанет. И не попадает. Доста-то достал. Какой объем работы выполнен даже в этом последнем розыгрыше Фанине. Но зарабатывает а матчбол француз. Вот на часах. Три часа двадцать три минуты. Как играют. И вот одним ударом, одним хорошим розыгрышем француз может одержать победу. Пожалуйста. 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 Уйдет мяч. Нет, вытащил. Попал. Какой мяч вытащил. Какой достал. И перс как обработал мяч. Прекрасно. Мало того, что добежало. Он как еще его обкинул. Ой, это мать гол был. Повтор почему-то не дает. Потому что это вообще-то был такой один из самых, может быть, ярких ударов. Вот, посмотри. Достал и сыграл. И попал точно в угол. Ну, тут уже, конечно, тяжело было перво ответить. Точно. Так в матчбол проиграл француз. Был отыгран итальянцем. Даже не он проиграл. Можно сказать, все правильно сделал. Аут. Аут. Фабио все правильно. Он сейчас видит, что устал. А пиар уже не так передвигается. И поэтому он не шел на обострение. Он так бегонечко разводил. Да, он не позволял себе допустить любую оплошность. Ведь он при своей свободе может ее допустить. И так, вот так, выиграв матчбольный мяч. Он, правда, выиграл его. Он вот так отыграл. Сам выиграл. И получил сейчас брейкпоинт даже. Так, 5-3-то ведет француз. Но меньше на его подаче. Да, если сейчас проиграет Бенуа подачу, то все может повернуться в другую сторону. Но нет. Ох, какая подача. Кто-то показывает, что мяч не попал. А у нее-то нет уже опять этих проверочных мячей. Надо бы немножечко экономнее быть. Ну, нельзя таких разбрасываться ими в первых геймах. Ну, богатый человек, он привык бросать деньги на ветер. Широкая душа, да? Да, натура. Ну что, ровно, ровно пока все еще не ясно. Нет, аут. Аут. И уже ноги не так хорошо работают. Не помогли ноги в этом ударе. Почти не работают. Да. И второй брейк-поинт у Фабио. Сирена мучилась, опять мучилась. Ну, свыше 10 минут играла гейм на своей подаче. Но все-таки его выиграла. Она пока не проиграла ни одного гейма. 3-3 там. Во втором сете. Попал. Как попал, как попал, а? Добежал. Ох ты. Ну, все было здесь. Вот сейчас приносит извинения за то, что вот Сетка, ну, так полагается. Сан-Фанине не повезло, как не повезло ему. Ну, как он старался. Как он добежал эту каждую мяча. Вот, сочувствует ему. Бенуа. Ну, счет ровно. Брейк-поинт отыгран. Вот кому легко пока, вы знаете, в матче. Так это вот специальному сопернику победителя. Кто выиграет, пока еще не ясно. Я имею в виду, вот матч с участием Тима. Тим играл уже первый сет очень быстро. Вот этот самый момент. Ну, сколько же можно, говорит, о Фанине? Ну, как же так? Надо сказать, что он еще и чисто положил потом по линии. Мог бы и ошибиться. Второй мяч, вторая подача. И двойную дал. Двойную, француз. Слишком жалел Фанине. Говорит. Так расслабился, да? А вот опять же говорит о его эмоциональном, таком неустойчивом характере. Он на самом деле искренне. И искренне запасы чувствовал. Да, он так. Фанине был наказан вот так. За эту небольшую слабость, да? Угу. О, как обработал мяч. Как обработал мяч. Как он сейчас опять с полулета? Угу. Двухметровый парень, чтобы вот так обрабатывал мячи. Ну, что Фанине? Он сейчас, по-моему, уже Фанине на просе. Ну, Фанине просто удивляется, что так сыграл здорово. Он-то тоже все сделал хорошо, да? Да, думаю, может быть, он хотел бы проверить. Ну, нет. Запасы небольшим попал даже. Восемь, почти девять минут играет последний. Последний лигейм. Да, матьбол. Матьбол. Бенуа. Второй матьбол. Продолжение следует. Продолжение следует. Все. 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 И все-таки...